Доброе утро, друзья! Настя уже уехала на учебу от самого раннего утра, а я прямо сейчас поеду за ней встретить ее, чтобы она счастливая поехала домой. Надеюсь, у нее там все в порядке. Мы это сейчас прямо узнаем. А сейчас хотел вам показать, рассказать. Смотрите, вот это моя любимая футболка. Я думал, вы многие ее видели. Знаете, почему я ее люблю? Потому что ее не нужно гладить. У нее есть дырки. Сейчас покажу. Смотрите, у нее есть дырки сзади, у нее есть дырки спереди. Но это все ничего, ведь у нее такой стиль, немножко такой, как это назвать-то? Хай-тек, короче. И за счет этого я не заморачиваюсь, я ее всегда взял, всегда закинул в мойку, всегда одел после сразу же и счастливый хожу. Вот так вот, сейчас оденем. Все, погнали за Настюхой. Субтитры сделал DimaTorzok Нужно было от вас получить заказ? Ну, вы мне отправили сейчас заказ через DPD и указали неправильно фамилию мою. И мне сказали DPD, чтобы вы им позвонили и сказали правильный фамилию, получается. Ребята, сегодня такой день, что я целый день учусь, как всегда, потому что у меня уже приближается сдача. И сейчас опять едем в университет, мне нужно там выловить одну преподавательницу. В общем, учеба это ад, быстрее бы он уже закончился. Целый день я сегодня убью на диплом, и это очень грустно, потому что день, можно сказать, пропал. Просто никуда. Грустно. Друзья, всем доброе утро. Еще раз всем привет. Сейчас мы едем за заказом. У нас сегодня день какой-то посылок просто. Очень такой долгожданный заказ, но пока не будем говорить, что там, потому что это такое небольшое начало чего-то нового. Какая я сказала? Так, банальненько. Часто так кто-то безумеет? Да нет. Нет, нет. Все нормально, жить будем. Это было опасно, очень опасно. Будьте осторожны и следите, куда вы едете. Идет, проклинает все, своих каблучищих, хлонючих. Уже думают, болят, как идти на свадьбу. Ой, Васечка. А это секретная хрень, которая у нее в руках. Скоро совсем узнаете, что это. Сначала мы все опробуем, все сделаем и потом расскажем, покажем. А что, нет, я сейчас ты столько дала, 3 килограмма, и я чуть-чуть. Выходи. Все, пошли вон отсюда. Мои ножки. О, мой гад. Как все-таки превосходно. Самое смешное. Бургина Анастасия Дмитриевна. Ладно, Бургина хорошо, ошиблись буквой. А здесь еще Бургина Анастасия. Приехали. Вон там наши паровозы. Сейчас пойдем, встречайте гостей. Тут наше начальство будет делать шашлык. Да? Да. Все. Пойдемте, Анастасия. Давид ведет Настю, которая боится змеей. Тут в траве говорят, что водятся змеи. Блядь, Настя как бабка воршливая вообще. Так, друзья, мы находимся на кладбище паровозов. Знаешь, какая недовольная? Она боится змей. Ей кто-то написал там, что здесь змеи ваются. А я пошел, короче, дальше. Посмотрим. Это первый паровоз, давайте сфоткаемся. Смотрите, просто какие колеса, екарные баба. Это вот, которые еще на этом ездили. На горючем. Можно туда даже залезть. Смотрите, сейчас залезем в первый же. Тут вон, короче, какая тропинка, если по ней походу пройду, да и все. Как будто сейчас через смерть за эти ада. Вон там вот, Настя, смотрите, просто сумасшедшая какая-то оборудование. Там вот проходик маленький. Там печка. Печка. Это тепловоз, наверное, или как это называется. Вот окошечки. Вот так вот это выглядит приблизительно внутри. Кресло, смотрите. Все удобно. А, Настюха решилась к нам идти. Ёшки-ёшки. Ёшки-ёшки. Да. А тут что, дырка? Дырка. Пасло. Но это ведь не управление. Это просто закидывались. В смысле, здесь и управлялось все. Ничего не видно. Здесь закидывалось в топку эту, все, горючее. И хорачивалось. А, пришли. Нечто ночью приехать. Вообще жесть. Прошли еще чуть-чуть дальше. Там все вот нитипные они, в принципе. Ну, представляете вообще, сколько их тут? Их тут что-то очень до хрена километров, говорят. Стоят вот именно вот таких вот паровозов, которые в свое время были, так сказать, рабочими. полноценными. Они действительно ездили. А сейчас их просто вот так вот бросили. И это осталось уже как памятник, как какое-то развлечение для людей. Просто посмотреть. Они уже все ржавеют насквозь. Вот так вот. А у Настюхи вообще не развлечение сегодня. Она все змей ищет. Просто здесь змей, ладно бы, обычные змеи какие-то были. Здесь гадюки, а гадюка и ядовитая змея, я поэтому очень боюсь. А вот и пароходик. Тьфу, паровоз. Вот паровоз. Тут так хорошо. Тихо, спокойно. В то же время страшно. Это не очень. Чё, зарегаешь ножки? Не страшно. Нормально все будет. Честно. Мне присохло горло и я заикалась. Сейчас будет оглашение оценок, и мы сейчас на него попадем. Да? Да. По решению комиссии сообщаю вам оценки. Бурдина Анастасия получает оценку хорошо. Чё, расстроилась? Ты одна, она хорошо сдала? Вообще пофиг, Настя. Ты меня бесишь сейчас. Не беси меня. Сдавала самыми умными. Сдала единственное. Она хорошо, все, она отлично. И всё, я расстроилась. Да ты чё, дура? Ну, от меня же я тебя заплачу. Пошли, я до деканата сходил. Как это, Васечка? Капец. Я... Мне вообще, когда перечисляли оценки, у всех было хорошо, отлично. Павел, удовлетворительно. Не, чё, богу. Я вот так вот просто... У-ху-ху. Всё, я заходил. А ты чё-то волнуешься. С оценкой хорошо. Ой, дура. Ну, всё. Прощай. Прощай, да? Сейчас, но я ещё за дипломом тут приду. И всё. И всё. Прощай. Да. Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok